Всем доброго вечерочка. У меня бешеные скачки дома. Я пришла, их накормила. Все, скачем как кони. Смотри, как этот цвет играет. Лучше? В общем, попьем чайку. Во всем так поболтаем. Вот там многие спрашивают, мы съездили с девчонками в баньку, бассейн, баня. Это находится в Радужном, это буквально на машине. 3-5 минут. Ну, 3, конечно, утрирую. 5 минут из дын. До Радужного это второе КПП, по-моему, Орленка. Там тоже песочный пляж у них находится. И вот там же находится этот Грин Хиллз. Я первый раз там была. Мне, конечно, здорово, очень понравилось. Девчонки-то, они такие все подготовленные. Они там, у них и чай. Они такие банщицы. Васильевна моя, она любит бани. Это я не любитель бань. И, как бы, получается, я так, с прицепом. Вот меня еще хаман устраивает. Я там посидела, прогрелась. В сухой баньке, в сауне немножко посидела. Для меня вообще был, главное, важен бассейн. Господи, у нас кони везде. Кони. Кони. Где твоя подруга скачет? Ты моя красавица. Отъелись они, конечно. В общем, кто желающий, цены такие. Мы за два часа отдали с человека по 850 рублей. И потом мы выпили еще по кислородному коктелю, яблочному. Очень вкусно. В общем, оздоровились по полной программе. Я говорю, у девчонок заваренный был чай с мятой, чай с листом смородины. И они такие, я говорю, банщицы заядлые. Они так уже все, у них какие-то варежки, они там в сауне. Я-то так тут сбоку припеку. Ну, зороста, конечно. Два часа расслабона вот такого после трудовых дней. На улице вот такая слякоть была, дождь. И посетить такое место прямо, ну, для души очень хорошо. Вот. И там поболтаем обо всем понемножку. Сейчас-то ее все заварю в новую-то, в новую-то кружечку-то. Кто-то меня спрашивал, приготовила, как раз сейчас шла, уже платежки лежат за февраль месяц, за электроэнергию отдельно. Сколько мы платим здесь в Краснодарском крае за нашу зиму. Отопление у нас, как бы, вот трубы. Ну, или тепленькие. Но мы же не понимаем, сколько там, что насчитывают. Сколько напишут, мы столько и платим. А самый-то прикол, что... Сейчас, подождите, я вас опущу немножко. О чем хотелось поболтать, то, что, ребята, ну, инфляция-то прет полными шагами. Мы как скоро на эти зарплаты будем выживать, я не знаю. Вениамин Кондратьев сказал, по Краснодарскому краю средняя зарплата 70 тысяч рублей. Ну, как это обычно, да? Мой сосед есть мясо, я ем капусту. В среднем мы едим голубцы. Вот примерно, мне кажется, такая же история. У нас считается уже 25-30 тысяч зарплата здесь, по Новом Михайловскому. Это уже шикардос, шикардос. Вот как, я живу одна, да? Вот у меня там, ну, грубо говоря, 35 тысяч зарплата. Я одна. Вот смотрите, зарплата пришла за февраль. Я это не к тому, что я там жалуюсь или прошу денег. Я просто констатирую факты. Я просто иногда удивляюсь. Я сейчас даже думаю, господи, как я двоих девок-то подняла? Ну да, у меня были алименты там на Яну. На Арину отец там ее забирал на лето. Где-то у меня был перед их. Я еще думаю, господи, как же я их растить? Я не понимаю, как сейчас детей растить, одевать с такими ценами, с такими зарплатами. А если еще учить? Ну, я не знаю. Вот, сейчас скажу, за февраль пришла платежка. Так как у меня висит электрический бойлер, поэтому меня наматывает, естественно. Он же, я когда уезжаю, я его выключаю. Вот уезжала в январе. А это уже, а, это за январь с выключенным бойлером на неделю. Да. Вот, потому что второй раз я на четыре дня поехала, я его, по-моему, не отключала. Тысяча тридцать два рубля. Цена, цена. Вот, насчитано. Тысяча за месяц. Тысяча тридцать два рубля. Это меня практически, можно сказать, пол января не было дома. Не знаю, как там дальше будет. Это я передаю показания счетчиков. И здесь, за январь, за январь, опять нет, сжиженный газ, я уже передала показания. Я им не пользуюсь, он у меня вообще выключен. Я, наверное, завтра все-таки пойду, сделаю, напишу заявление. Опять мне насчитали 562 рубля. Показания, может быть, я поздно сбросила. 562 рубля. Я плачу за услугу, которой я не пользуюсь. По счетчику у меня все. Я сфотографирую счетчик. И завтра пойду. В прошлый раз я заплатила, как все говорили, тебе должны сделать перерасчет. Никто здесь ничего не делает. То есть, как я заплатила тогда 562 рубля. Я прописана одна. Вот представляете, за сжиженный газ мы платим по нормативу, если 562 рубля. Это, конечно, я не знаю, тариф 33 рубля за кубометр. И они, видимо, решают, что я его сжигаю на 560. Я как заехала, у меня было 90 показаний. Сейчас 90 970. Я не могу догнать до даже 91. Хотя я подала туда показания 91. Завтра я туда все-таки схожу. Я говорю, у меня в планах уже, я думаю, может мне вообще отказаться от газа. Потому что природного газа так нам и не подключают. Хотя люди сдали еще дополнительно денег. Вот. Ну, в общем, хорошо. Если без газа, без 562 рубля. Хотя любит и пользует эту газу. Ну, представим, как будто я пользовалась. И использовала, в общем, 4858. Грубо говоря, около 5 тысяч без 142 рублей. Содержание. У меня 34, вот здесь 900. По договору, главное, 37 у меня квадратных метров. Ну, как я вам рассказывала в анекдоте, как у всех, 33 квадратных метра. Вот это примеры. Это квартиры по типу, как строили тогда хрущевки, или как их сказать. Всем, лишь бы было где только диван поставить, и человек улечь. Обязательные взносы на капремонт 251. Это я не знаю, с человека берется, или тариф 7,21. Нет, это берется с квадратного метра. Управление 8271. Электроснабжение. КР на свои. Ну, это, видимо, может какие-то нужды. Общий 45 рублей. Холодное водоснабжение. Это что-то ерунда какая-то. Отведение тоже какая-то ерунда. 4 рубля 4,69. Обслуживание теплосчетчика. Я так понимаю, это, который нам тепло подает. 33 рубля 84 копейки. Холодное водоснабжение. У меня тоже не стоит. Стоял раньше счетчик. Сейчас я счетчик убрала. И по нормативу 9,885. Я не убрала его, он закончился срок. Я его не продлила в свое время. И, знаете как, зимой я, может быть, не столько воды трачула. Когда дети приезжают летом, естественно, ну и думаю, ну и пусть у меня будет по нормативу. Не знаю, обязуют поставить счетчик или не обязуют. Вода ответвения 281, вылаз мусора 126 рублей на человека, века я ее убью. И отопление за мои 34 квадратных метра, 35 грубо, 2,640. Вот из этого складывается 4,858. Вот такие платежи. Ну вот летом, считайте, минус отопление. Летом у меня было и 1800, и 2500, и плюс электроэнергия. Там тоже летом идет еще больше тоже расход. Плюс ко всему включается кондиционер. Ну вот где-то так. Я считаю, что летом платежи, ну, более-менее доступны. А вот зимой при наших... Хотя я знаю, когда мы жили в трехкомнатной квартире, вот 68 квадратов, у нас за одно отопление было 4 тысячи где-то. 3,804. Там его уменьшали, там прибавляли. Там тоже своя... Управляющий свой, как бы... Ну, такие расценки, кто интересовался. Вот, допустим, за квартиру за этот месяц я, грубо говоря, должна заплатить за свои 34 квадратных метра 6 тысяч. Живя и прописано одна. Ну, я-то еще что-то к чему. Я вот сейчас зашла в магазин. Зашла в магазин. И меня вообще уже... Я живу очень, ну, как бы, экономно. Потому что, ну, я одна. Кормить мне вот только двух моих. Зашла и взяла все самое только необходимое. Думаю, рублей на 300 зайду. Ну, возьму кофе, ну, 500. Нет. Сейчас опять чек не выбросила. Вот он, чек. Я не знаю, как вы живете, когда у вас есть мужчина, его надо кормить. Это с ума сойти. Далее, вы скажете, он приносит зарплату, но ведь так же ему требуется и одежда, и обувь. Я вообще сейчас не понимала, как я жила с бывшим мужем. У него была пенсия 10 тысяч, которую он мне не давал. И я полностью оплачивала и коммуналку, и продукты, и... А мне еще все нравилось, когда он мне говорил, и где твои деньги? Я говорю, ну, не дай, наверное, мои деньги. Я говорю, давай, мои не будем считать, давай твои посчитаем. Вот. Так что, не знаю, как люди сейчас живут. Взяла сметану, решила сделать, я же типа как... Пытаюсь все к лету немножко сбросить эти, там, 3 килограмма. Занимаюсь, кстати. Не знаю, показывает тоже или не показывает, какие я делаю, как я делаю упражнения. Вообще, для меня оказалось лучше упражнение, это танцевать. Танцуешь. Главное, чтобы было настроение, чтобы... Вот тоже на голове вот надо покраситься, подстричься. Маникюр у меня еще 27 декабря. Вот чем, кстати, девочки выгодно. Видите? Хоть и отросли, а не сильно видно вот такой лак. Лайфхак. Как сэкономить на маникюре? В общем, вот. Чувствую, надо покрасить корни. Сейчас, кстати, посмотрим, что за цены. Может, меня где-то обманули. В общем, сходила я. Ну-ка, это ж не обе. Ужас, тихий. Помощники блогеров. Краска, краска, краска для волос. Я взяла, там она какой-то... Вообще не вижу. Взяла, она шла по распродаже. Вот. 75 рублей. Вот нас никогда видим по распродаже. Мы же все покупаем. Взяла. Так я пью вообще не с Кафе Голд. Вообще сейчас мало кофе пью. Но в итоге все равно банка закончилась. Мы сейчас как крысе, да, все смотрим, что по желтым ценникам, что подешевле. Бегаем по этим светофорам пятерочкам, чижикам победам, светофорам. В общем, частная торговля скоро совсем сойдет на нет, потому что мы все бегаем с этими карточками. Лишь бы где-то что-то бы сэкономить. Так, кофе. Кофе, кофе. Кит твою мать. Кофе. 239,99. 240 рублей. Ну, это такой сегмент, как бы, жардины. Ну, это, как я думаю, что на ужин? Что на ужин? Взяла хлебцы. Взяла хлебцы. Хлебцы стоят. На шумуне, обращаем внимание, там, две коняги. Я когда прихожу, они как с ума сходят. Такие. Хлебцы. 49,99. 50 рублей. Взяла, думаю, вечером. Поем вот такую, немножко, массу с изюмом. Тоже, тоже все по желтым ценникам. Понимаете? Вот это, вот такие, видите? Так, паста с изюмом. 69,99. Взяла, один огурчик. Огурцы у нас сейчас на юге в это время. Стоят 215 рублей за килограмм. Огурчик 49. Две помидорки. Да, я тоже хочу сделать салатик такой на скорую руку. Помидоры у нас сейчас стоят очень ужасные. Ничего не вижу. Даже в очках уже хрена не вижу. Так, так, так. Они все хотя бы работали. Так, томаты. Ну, где томаты-то? Ну, что это такое? В общем, томатов я... А, вот. 210 рублей килограмм. Две помидоры 52 рубля. Вот такой, думаю, добавлю будет а-ля сыр. Ой, шалат моцарелла тоже по желтому ценнику. 99,99. То есть это 100 рублей. Вот. Луковицу одну взяла. Раз я животная, я не беру. Я не затариваю, как вот большие семьи. Мне зачем? Я не затариваю в холодильнике. То есть я взяла себе на один, на два раза поела. Лук по 40. Лук вытянула вообще. И 5 рублей. Да? Все, вот такие цены демократичные. Зачем я сметану взяла? А, да, чтобы поесть творожной пасты. Сметанку я тоже взяла на буквально 180 грамм. Если я сделаю, потом покормлю своих красоток. Красоток. Сметана, сметана. Короче, уже не важно. 52 рубля, что ли она? Ну, не вижу, да. 52 рубля. И по акции вот эти вот 4 штуки кошки. Вот это вот все. Вот это вот продуктовая корзина, скажем так. Вот. Краска, кофе, хлебцы, сметана. Вот такой сыр. Покажу. Что здесь есть, тут абсолютно нечего. Это вот одному человеку. Это мне вот поесть пасту со сметанкой и сделать салатик. И я заплатила 857,80 под итог. Потом идет скидка. 789. Без 11 рублей. 800 рублей. Что? Что мы будем? Это вот. То есть завтра снова пойти в магазин. Это мне снова надо еще 800. Это я одна. А если у вас дети, которым нужны и фрукты, и мяско. Я ладно там мясо где, поем где, не поем. То есть. В общем, я, конечно, в шоке. Я не знаю, как вы там экономите. Я сейчас экономлю, мне надо на ремонт машины. А экономить не получается. Ты заходишь в пятерочку, берешь, вроде самое все недорогое. Вроде бы, как вы купите себе на отдых. Чтобы съездить отдохнуть, это надо колоссальные деньги, чтобы не заглядывать в кошелек, а заходить там в ресторан и заказать. Или у меня одну зарплату 35. Вот даже 800 рублей в день на 30 дней 24 тысячи. Плюс коммуналка 6, 30 тысяч. Плюс плачу за Ростелеком 11131. Плюс два телефона. Еще 1232. Плюс, что еще там плюс? А, 3600. У меня тоже есть кредит, как у всех нормальных людей. Все. О каких, о каких мы вещах, о каких там, вот таких выездах. Я Ленке говорю, давай хотя бы два раза в месяц выбираться. Купить туда, значит, абонемент в этот тренажерный сам. Ого, у меня там 19, ладно, 20 минут наболтало уже. Стоит 5 тысяч, 5 занятий. И если еще вы хотите в сауну, в бассейн, там сколько-то раз, или после занятий. В общем, 7 тысяч в месяц. Ну, сколько 7 тысяч не остается. Да все это удовольствие. И вообще ни на что не остается. Вот такая вот грустная математика, ребята. Все скажут, иди работай на вторую работу, на третью. Я работаю на 5-дневки. С 9 до 6. Не всегда часто удается. Суббота, воскресенье, выходной бывает один. Подрабатывать ночь. В ночь еще идти. Чтобы еще 10. Чтобы потом вообще загнуться. Я отработала в круглосуточном магазине 4 года. Я очень, я до сих пор, мне кажется, еще не восстановилась. Я, кстати, смотрела врача-невропатолога. Он сказал, что все, кто ночные смены, это будущие инсультники. То есть, когда 24 часа не спишь, даже не 24, а получается же больше. То есть, встал ты утром, пока собрался на работу, да, когда ты в сутках 24, а ты не спишь 27 часов. И я долго потом не могла восстановиться. Я не могла уснуть. То есть, у меня настолько был сбит режим вообще. Я считаю, что просто должна быть достойная зарплата. А где ее взять? В Краснодарском крайне большие. Мне вот Лена говорит, ну вот горничные 60 тысяч получают в месяц за лето. Обещают им, по крайней мере. Потом вычитают там проживание, где питание, где всякое разное. Но ведь это совсем без выходных. То есть, они встают в 5-6 утра, начинают там делать уборку территории, мусор. Потом эти номера, заезды, отъезды, стирки, уборки. Я говорю, это что, большие деньги, когда человек работает совсем без выходных. Это должно быть, какие зарплаты должны быть, ну, 2 через 2 хотя бы. В общем, как-то вот такой сегодня грустный лоб получился. Не знаю, кто согласен, напишите. А у меня уже пошли очередные заявки. Вот, работа 24 на 7. Я прощаюсь, не прощаюсь с вами надолго. Пока-пока. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Алло, добрый вечер.